Опа! Какие! Одно за другим спасение Матсона! Начали сезонно. Эта встреча видится очень важной для становления, опять же, и Бориса, и Витязя. И давайте посмотрим. Пытается сразу Борис начать активно, но перехватывает кист и Витязя шайбу. В 13 попытках две пропущенные шайбы всего лишь у Бориса в меньшинстве. Вот затащили шайбу без проблемы. Вот здесь Чихович идет до конца и забивает Иван Чихович. Продавил по центру оборону Матсон. Этого не ожидал. Вот сквозь двух прошел защитников. Не смог его остановить Камалов. И действительно со второй попытки своего все-таки Иван Чихович броском с неудобной руки добивается и забрасывает свою первую шайбу в этом сезоне. Иван Чихович и набирает четвертое очко по системе Гоу плюс Пас. Остается уже не так много времени, но вот шанс. И все-таки броска такого акцентированного не получилось. Шикин, как он успел переместиться и положил щиток на лед. Фантастика. И вот момент, когда, в принципе, очень близок был Майкл Маклауд к своей третьей шайбе в этом сезоне. Пас на Роя. И опять ошибка много. Пока тоже брак в передачах. И вот здесь момент. Пошел обострять Шекмедзенов. Но передача на дальнюю штангу не прошла. В общем, есть подходы к воротам у Бориса. Ну и вот здесь Чихович. И вот здесь можно что-то делать. Бучельников. Дают, как ему бросить. Да, был достаточно острый угол, но в таких позиций забивают. Конечно, забивает любой бросок в Анопасе. И вот здесь. Хорошая диагональная передача. И первый на шайбе-то в итоге оказывается. Егор Морозов так держал клюшку в одной руке. Пытался сделать передачу. Ответ Бориса. И можно бросать. И шайба в воротах. Все-таки пробивают Шикина. И 1-1. Ну вот, пожалуйста, контратака. Это стихия Бориса в этом первом периоде. Адиля Бекитаева нам показывают. Его партнеры поздравляют. Ведь бросок-то, да, Алексей, не такой прям уж сильный получился. Но коварный. Но здесь контратака и с середины, с ползоны. Сусов бросает бросок. Как бы он всегда опасный. И еще постараются сейчас бросок нанести. Смеет. Не дали это сделать. Ну а у Витязя уже очень мало времени на эту контратаку. Ой, с догоняющим здорово. Да что это? Это колл за секунду. До конца периода. Какое подключение Егора Воронкова. И бросок в девятку. Паук убит. Отличный гол получился. Контратака. Не стал Морозов набрасывать. И подождал. Ну, Егор Воронков уже сторожил. По Витязи, можно так сказать, уже много лет играет подмосковную команду. Вот это уже шайба в раздевалку. Так в раздевалку. Как говорится, ближе не бывает. Не получится. За секунду. До конца. Единственный, можно так сказать, кто выделяется у Бориса на протяжении всех игр начала чемпионата. Так, а вот сейчас Мацин обучильников сбивает. Он находился в борьбе с защитником. И, в принципе, вот такой контакт произошел. В момент, когда дальняя лавка пошла в плюс, да, в зоне атаки Бориса. Но лавка ближе. Витязи находится в этой стороне. И успели не спеша поменяться. И Чихович наносит в итоге бросок по воротам. Мацин большой молодец. Он ей этой шайбой завладел за воротами. Ну, такой достаточно тоже мощный, высокий. И вот момент сейчас может быть. Здорово все делал Иван Ежов. Но забить не получилось. Напрашивалась передача. Хорошо бежал нападающий на дальнюю штангу. Но вот не хватает этой последней прям точной передачи, чтобы вложить шайбу в трюк. Интересно делал Маклауд. И одной рукой бросал. Опа! Какие! Одно за другим спасение Мацена. И вот, посмотрите, добивание какое. И вот подними здесь, конечно, просто Иван Воробьев в шайбу над щитком. Это было бы га. Сто процентов. Опять Маклауд там цепляется на вбрасывание. И всеми правдами и неправдами все-таки Витязь выбрасывает шайбу подачу. А здесь-то что? А почему так долго? Бекетаев принимал решение. И в итоге фолл. Команда Борис номер 87. Две минуты. Задержка плюс. Задержка у Бекетаева зафиксирована. Формат 4 на 4. Впервые у нас столько игроков на льду. Чуть больше свободного его. Так, а здесь уже Шикина сбивают. Ну да. Маклауд и Воронков вели борьбу. Ой, здорово-то как! И опять здесь просто анархия на пятаке. У Бориса и расстреливает по сути пустые ворота. Сейчас Иван Воробьев. Великолепный гол получился. Напрашивалась передача из-за ворот на Воробьева. Он еще постучал клюшкой. Было время. Можно было сразу отдавать. Но самый нужный момент. Отдал пас. И хорошее завершение. Атака получилась. Ну, а не прошлые игры. И Витя неплохо смотрелся. А вот здесь на Бурдасова. Передача на дальнюю штангу. Кстати, вот если бы она залетела, бы засчитали бы, я думаю. Я думаю, что бы. А вот здесь еще момент. И Старченко! Какой момент у Бориса! Ну вот момент. Еще и клюшки тоже неплохо Шикин сыграл. Ну и, конечно, еще шансы были. Вот здесь на скорость. Ой! Ой! Как здорово-то все было! Если бы еще забил Станислав Яровой после шикарного прохода. Но к этому и готов, конечно, Борис. С другой стороны. Поэтому вот надо какую-то альтернативу хорошую искать. И все-таки Рой бросает и забивает! И там, похоже, не без подправления Дерика Барака. 4-1. Витязь второй раз реализует большинство в этом матче. А Дерик Барак забрасывает свою пятую шайбу в этом сезоне. Да! Теперь подставление игроков Витязя смутило вратаря Бориса. Ну и у нас последние секунды. Теперь уже, кстати, могли сейчас какие-то Бориса на последних секундах периода забить. Они, в общем-то, на последней минуте-то в первом забили. Вот сейчас на последней минуте второго периода могли отличиться. Но все-таки на этот второй перерыв команда Дэвида Немировски уходит при минус 3 для себя. И спасать эту встречу останчане будут пытаться уже в третьей 20-ти минутке. Видишь, как преобразилась команда. Все встало на свои места. Пять побед подряд. Да, может все перевернуться в один миг. Ну и здесь был шанс уже на первых секундах третьего периода пятую шайбу Витязю забросить. И там хорошо сыграл Юхан Мацан. Хорошая по всей линии передача на Бучельникова. Бучельников подключает Чиховича. Ох, как расчертили. Все здорово. Классная атака. Скидка Чиховича. Под бросок Деррика Барак и каких-то миллиметров не хватило. Каркас ворот сыграл за Борис. И Александр за воротами. И будет вылезать и бросать. Какой момент Шикин. Без шлема. Шайба оказывается в воротах, но разводят арбитры руки в сторону. Но уже давно лежал без шлема Шикин. После остановки игры заброшена шайба. Поэтому ее не засчитывают арбитры. Вот Дмитрий Шикин без шлема. Какую-то интригу добавит этому матчу. Потому что пока плюс три очень комфортно себя видеть и ощущать. Ну вот выигранное выбрасывание Маклау. Это очередное. И бросок от Гордасова. Успевает отдать передачу. На Егора Рыкова у того не получился. Бросок. А вот здесь Эллисон ждет партнера. Передача классная. Уи. Не попадает Конор Смит. Как все здорово сделали. Сейчас Останчане не хватило последнего завершающего точного броска. Опасный был момент. Эллисон не пожадничал. Там уже Бусыгин. Направо. Широко играет Витязь. Добивание. Мацан. Но тут будем откровенно не совсем. У Ивана Воробьева бросок получился. Ну и по броскам посмотрите. 33-19. Очень серьезное преимущество Витязя. Которое вполне логично выразилось и в заброшенных шайбах. Вот как быстро играет Витязь. Мацан. Не дает на последних секундах отличиться Ивану Воробьеву. Сделать тому дубль. Но вот в принципе такая была квинтэссенция матча. В быстрых атаках Витязя завершился. Этот матч успел бросить. И если шайба зашла, то думаю, что засчитать по времени не бы хватило. До конца играли игроки Витязя. Все 60 минуты. Даже до последней секунды. Старались забить еще один гол. Пусть его прям вольет.